Российские чиновники, все больше напоминающие ядовитые отбросы общества, готовы всю страну превратить в одну огромную мусорную свалку. Действительно, зачем что-то возделывать на плодородных землях выращивать и производить, когда можно построить одну огромную помойку и зарабатывать на ней деньги. Так было и есть в Подмосковье. А на днях к нам пришел крик о помощи от жителей республики Мариэл. Горноморийский район республики Мариэл. Холмистая территория площадью в 1716 квадратных километров. Пашни и луга, леса, реки и озера и 242 населенных пункта. Всего в районе проживает 27,5 тысяч человек. Площадь земель сельхозназначения составляет 65 тысяч гектаров. Впрочем, теперь уже меньше. На основании просроченного заключения экспертной комиссии за 1996 год местные чиновники решили построить в этом районе полигон ТБО, а попросту огромную свалку бытовых и производственных отходов общей площадью почти 7 гектаров. То, что рядом, буквально в одном километре от планируемой свалки, расположена деревня Кадышева и река Малая Юнга, впадающая в Волгу-матушку, здешнее начальство не впечатляет. Местные жители возмутились. Их тяжба с чиновниками длится уже несколько лет. Ведь земля, на которой будет расположена свалка, незаконно выведена из категории земель сельхозназначений. Но в ответ на аргументированные претензии и протесты, они получают лишь сухие отписки, подкрепленные невразумительными отговорками. Здесь действительно самая высокая точка района. Это, получается, сердце района. Если посмотреть вокруг себя, то получается, что по розе ветров фактически все населенные пункты попадут в зону влияния данного объекта. Здесь собираются разместить полигон твердых бытовых и промышленных отходов, начиная по утвержденной экологической экспертизе с третьего класса. Но мы опасаемся, что хозяева, значит, люди пришли из города Москвы, поскольку у них есть лицензия на утилизацию отходов первого-четвертого класса. Они не погнушаются и тем, что если начнут, допустим, со второго класса, это, значит, кислоты, это соль и свинца в твердом виде. И все вот эта вот жидкость, талые воды, они устремляются вдоль начала оврага, вдоль лиды. И все это устремится в реку Мало-Июнга. Весной, во время ледохода на Волге, когда идет очень сильный подпор грунтовых вод, мы все, жители близлежащих деревень, это, значит, село Кулакова, это деревня Нижняя Верхняя Шалоболка, которая расположена в сторону, значит, юго-востока, вот в ту сторону, мы все сталкиваемся с таким понятием, как артезианский удар. То есть, когда идет ледоход, идет сильный подпор грунтовых вод. Это называется гидроудар. В подвалах, погребах наших домов бьют ключи. То есть, получается, что гидрогеологическая обстановка не соответствует тем данным экспертизы 96-го года, которые были сделаны 20 лет назад, она уже, по нашим данным, не соответствует. То есть, вполне вероятно, что эта ситуация изменилась. Мы просим остановить это безумие. Общество с ограниченной ответственностью полигон, кровно заинтересованное в зарабатывании денег, следовало бы переименовать в общество без совести. Делягам от свалки плевать на местных жителей деревень и поселков, которые буквально задохнутся от зловония помойки, отравившись водой из колодцев, наполненных свалочным фильтратом. А местные чиновники, снявшие с себя ответственность за экологическую обстановку в районе, заработав сегодня, могут забыть о благодарности потомков, в наследство которым останется загаженная земля, отравленная их алчностью и преступной безнаказанностью, на которой и держится пресловутая чиновная вертикаль. Местные жители обещают продолжить отчаянную борьбу за чистоту родной земли. Они прекрасно понимают, что народ, лишенный воли к сопротивлению, рано или поздно сам оказывается на свалке. Свалки истории. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.